Монгольские мышки, африканские комары, тритоны, виноградные улитки. За полувека космической эры каких только животных не побывало на орбите. Отправлять братьев наших меньших в космос проекты Медико-биологического института. Все это шаги к главной цели межпланетному перелету человека. Никогда не прекращали задумываться над межпланетными полетами. Это наша мечта. И сейчас уже многое делается и на станции. Это официальный институт медико-биологических проблем отмечает свой 50-летний юбилей. На самом деле история космической медицины и биологии началась еще задолго до полета Юрия Гагарина. Уже в середине 40-х, когда появилась ракетно-космическая отрасль, ученые-медики получили специальное задание – подготовить для полета в космос человека. Что такое космос и как он может повлиять на живое существо, никто не знал. Надо было провести огромное количество экспериментов. Выбрали собак – обычных дворовых, крепче здоровьем, смекалистей и неприхотливы, в отличие от породистых. Питомникам городским собирались, ловились в городе. Там мы отбирали животных весом от 5 примерно до 6 килограмм. Ну и в возрасте так от полутора до трех лет, потому что это еще молодые, активные животные. Их крутили на центрифуге, подвергали сильным вибрациям, устанавливали датчики. Четвероногие доверяли и терпели. Спустя много лет Олег Газенко, один из основоположников космической медицины, вспоминал. Врачи никогда не относились к собакам, как к подопытным. Это были настоящие наши меньшие друзья. Животные, собаку, очень доверчиво относятся к вам, а вы максимально доброжелательны к ней, как к близкому другу и товарищу. Вот без этого проведение подобного рода экспериментов просто невозможно. Когда космонавты начали летать на сутки, а затем и на месяцы, врачи столкнулись с серьезной проблемой – атрофия мышц. Невесомость расслабляет, нагрузок нет. После возвращения на Землю космонавты не могли стоять на ногах. В 1994 году на станцию Мира отправляется врач Института медико-биологических проблем Валерий Поляков. По продолжительности это был и остается рекордный полет – 437 суток, больше года. Задача – определить, способен ли человек к длительным полетам, в том числе и межпланетным, и при этом остаться в хорошей форме. Проблем-то действительно много. Можно терять кальций и фосфор из костей. Мало того, что это грозит впоследствии переломами спонтанными, например, при жесткой посадке на Марс. Ежедневные физические нагрузки и специально разработанный костюм пингвин. В весомости тела в нем, как на Земле, те же самые нагрузки. Мышцы не отдыхают. Валерий Поляков на личном примере доказал – космос не столь враждебен. Сможет человек, вернувшись с такого длительного полета, быть дееспособным. Сейчас в институте пытаются решить еще одну серьезную проблему – радиация. Пока это главный и самый коварный враг. На Земле нас защищает магнитосфера, в космосе мы беззащитные. Сейчас наиболее сложный и непонятный фактор, потому что тяжелые заряженные частицы, там своя дозиметрия, своя геометрия облучения, свои треки, которыми проходит эта радиация через космический корабль, соответственно, и может попадать в тело человека. И вот эти вопросы еще недостаточно изучены. Личинки африканского комара. Именно они стали главными героями эксперимента Биориск. Полтора года личинки, а также споры грибов, семена томатов прожили на внешней обшивке МКС. Из всего разнообразия самыми устойчивыми оказались комары. Когда их вернули на землю и поместили в воду, они ожили. Вот эта личинка, она уникальная. Она уникальна тем, что может в состоянии, вот в высушенном состоянии, существовать десятки лет. И попадая в благоприятные условия, а именно в воду, она буквально через 45 минут начинает шевелиться, оживать. Впереди у биологов, физиологов и МБП еще масса исследований. Мало создать космический корабль для межпланетных перелетов. Главное, чтобы экипаж вернулся на родную землю здоровым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова